Марат Сафин Подписание соглашения Сафина с Волгой состоялось накануне главного матча седьмого тура мини-футбольной суперлиги чемпионата Ульяновска. Сафинскому Симбирску простояло играть с лидером сезона Кристаллом. Команды, которая неожиданно для многих после третьих чемпионатов забралась на самую вершину турнированной таблицы, опередив всех записных фаворитов, в том числе и Симбирска Верхов. Для нас в принципе это неожиданностью не стало. Предсезонная подготовка, тренировки по несколько раз в неделю сделали этот результат вполне достигаемым. Мы в принципе нисколько этого места не боялись. Тренировки тренировками, но объективное мастерство игроков нынешнего Симбирска выше мастерства нынешнего Кристалла. Кроме новоиспеченного Волжанина Сафина за команду играют братья Рахмановы, Валерий Захаров, Алексей Цыганцов да Иван Кузнецов из Димитровградского торпеда. Правда не они, а Евгений Садюхин стал героем первого тайма в составе горожан. Это ему удались два результативных удара в ближний угол в ворот кристаллического голкипера Антона Загородникова. Симбирск повел 2-0. Концовка первого тайма выдалась очень жаркой. Сначала Денис Панфилов один гол для кристалла отыграл. Голевая комбинация с пасом в одно касание с Никитой Елисеевым была слишком хороша. Симбирск мог снова уйти в отрыв, но Антон Загородников не позволил Марту Сафину реализовать дабл-пенальти за перебор нарушений. 20 минут контролировали мяч. Последние 5 минут что-то вышло из-под контроля. Начали какие-то неоправданные длинные пасы делать. От этого получили гол. В перерыве разобрали. Все расставили по местам. Ребята, еще 25 минут. Давайте спокойно. Все хорошо было. Потом Сумбур пошел. Не надо терять концентрацию. Давай-давай, успокаиваемся. Еще 25 минут. В перерыве голкипер Дмитрий Красильников попросил замену. Его место в воротах Симбирска занял Денис Андреев. За 25 минут второго тайма он также пропустил от кристалла один гол. Это капитан соперников Дмитрий Арефев. Падение пробил под перекладину. И на этом ошибки горожан в обороне были исчерпаны. Зато нападение поработало на славу. 5 мячей отгрузил Симбирс в воротах кристалла во втором тайме. Сафин исправился за промах с дабла. Дмитрий Рахманов отметился дублем. Наконец-то после четырехматчевой затишей отличился Андрей Манышев. Единственное, чего не удалось горожанам в этом матче – реализовать дабл-пенальти. После неудачной попытки Сафина в первом тайме во второй половине свои удары с 11-митровой отметки загубили Александр Попов, пробил выше ворот, а также Кирилл Аникин. Мяч после его удара попал в штангу. Однако на итоговой победе Симбирска это не отразилось. 7-2. В Суперлиге новый лидер. Я считаю, удачи какой-то не хватило. Игра пошла так, что получили два мяча быстрых. Отыграли, взяли игру в свои руки. Опять, ну, потом получаем еще мяч. В принципе, я думаю, удачи не хватило, самое главное. Еще больше удачи отвернулось седьмой игровой день от погоды в доме. После победы на Симбирском в прошлом туре погода потерпела неожиданное поражение от дебютанта Суперлиги Юниора 2-4. С таким же счетом Авангард уступил Мобирейту, а контактор уверенно переграл Промресурс 7-1. Платон ПСК благодаря первому в чемпионате покеру Игоря Ахмедшина нанес поражение Штальбургу 6-3. Таким образом, после седьмого тура в Суперлиге сменился лидер. На первую строчку вернулся Симбирск Оберхов. Кристалл, несмотря на первое поражение в сезоне, сохранил вторую строчку. Однако теперь кристаллическом спину дышит Мобирейт. Между командами всего два очка. Плотно идут и середняки чемпионата. Здесь перемещение команд с одной строчки на другую происходит после каждого тура. Сегодня, например, погода опустилась ниже Платона, а юниор поднялся выше Авангарда. Вот только внизу турниры на таблице без изменений. Штальбург и Промресурс, похоже, места на галерке застолбили прочно и надолго. Благодаря первому покеру в чемпионате Игорь Ахмедшин из Платона вырвался вперед в гонке бомбардиров. У форварда уже 12 мячей, почти половина которой забила вся его команда в семи первых турах. Виктор Злыдарев из Погоды и Алексей Цыганцов из Симбирска отличились в этом туре по разу. Это позволило им отей в тройку лучших снайперов. Следующий восьмой тур состоится в следующую субботу, 16 декабря. Статус центрального можно присвоить, пожалуй, поединку Кристалла и Погоды в доме. Обе команды в туре нынешнем уступили, а значит обе будут против продолжения неприятной для себя серии. Чья возьмет? Узнаем через неделю.